Коммунальщиками в порядок В квартире Татьяна В квартире Татьяны Гавриловны на первом этаже потопа, к счастью, не случилось. Однако стена в прихожей и на кухне тоже влажная. Хозяйка признается, что обогревателям здесь приходится пользоваться постоянно, чтобы сушить стену и ремонт она делает частенько. Хочется жить в красоте, в уюте, но не получается вот с такой ситуацией. Вот сейчас закончится, подсохнет и начнем сначала. Управляющей организации проблема известна. По словам главного инженера, основная причина – в неправильном использовании канализации жителями этого дома. Результат – засор системы. Я хочу обратиться ко всем жителям верхних этажей, потому что, как правило, они неправильно используют систему канализации, выбрасывают туда тряпки, кошачьи наполнители, которые мы достаем уже в процессе устранения тех аварий, чтобы они относились с пониманием к жителям первых, вторых этажей, которые страдают от этих последствий. Проблемы усложняют и то, что на цокольном этаже расположена гостиница. К сожалению, дверь оказалась закрыта. Но, как рассказал Дмитрий Алмазов, общедомовая система канализации у них находится на потолке, а для красоты все закрыто подвесным плиточным потолком. При возникновении засоров гостиница не спешит предоставлять доступ рабочим для устранения аварии. На сегодняшний момент мы вместе с отделом администрации Одинцовского городского округа инициировали обращение в суд, потому что, на наш взгляд, гостиница неправильно использует эти помещения, допустила перепланировку и надеемся, что в ближайшее время, соответственно, примем решение. Проблемы с засорами существуют и в других домах, однако в обычных подвалах они устраняются быстро, ведь туда у слесаря доступ есть всегда.